Зона поражения это одна из самых старых модификаций на сталкер и по совместительству один из моих любимых модов. Недавно на него вышло что-то типа обновления, называется зона поражения новая эра. Давайте посмотрим, что здесь изменили, не знаю есть ли смысл проходить мне еще раз ее, но это уже решать вам. По традиции желаю приятного аппетита всем кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Вот оно всем знакомое меню, ну точнее арт в меню всем знакомый, я думаю все его видели когда-либо. Стрелок, помни, ты должен пробиться в ЧС и найти группу Дельта. Ну вот мы и появились, кстати блокпост в этот раз у нас не пустой, а населенный. Интересное, ну и задание поговорить с генералом. Стрелок, я 139-й диспетчер радиостанции военной базы Кашалот-1, далее просто 139-й. Я твои глаза и уши в зоне. Поясняю ситуацию. Четыре дня назад на территории ЧС проглянил взрыв. Спустя два дня наши решили послать спецотряд Дельта для выяснения причин чего. К сожалению, связь с ними оборвалась в тот же день. Твоя основная задача это добраться до территории ЧС и найти нашу группу. Твоих припасов на марш бросок не хватит, поэтому мы отвезтили торговца на заводе Ростов. Там что-то типа сбора сталкеров. Он тебе поможет. Также по краям зоны были десантированы группы Альфа и Бета для обследования периметра. Удачи. Ну, начало тут как всегда. Правда, вот первое задание у нас это поговорить с генералом. Ну и как видите, блокпост реально живой. Обычно тут один спавнишься. Здравия желаю. Здравия желаю. Я прибыл по поручению командования. По какому заданию прибыл, боец? К командованию стало известно, что в данной местности была потеряна связь со спецотрядом. Я прибыл на расследование их пропажи. Отлично. Я отправил небольшой отряд в деревню за холмом. На разведку территории. Но от отряда уже как два дня нету ни связи, ни вестей. Твои задачи, боец? Проверить, что случилось с отрядом и доложить мне. Так точно. В чизу творится черт пойми что. Так что будь осторожен. Мне уже доложили. Можешь быть свободен. Так точно. Понятно, разведка. Ну, начало отличается, да. Хотя, по-моему, я где-то видел, короче, похожий ремейк. И там тоже вот что-то подобное в начале было. Хотя, может, я ошибаюсь. Но там это было все более встратно. Поэтому, когда данный мод, ну, данная обнова, может сказать, только вышла, Ладно, найти в деревне пропавший отряд нашей новой задачи и вернуться на блокпост. Но я тоже знаю, что случилось в деревне. Да и думаю, вы тоже большинство играли в этот мод, в его оригинальную версию. В деревне у нас тут произошел купец. Так, вижу трупы на карте. Так, один здесь у нас получается. Сныкан. Или где? Я что-то фиг пойму, не вижу. Наверное, все-таки внизу. Нет, смотри, внизу тоже нету. Так, помним то, что тут еще кровосос. Опа, опа, опа. Тихо, тихо. Тут еще и снорк. Вот снорка я точно не помню. Охереть, они прыгучие. И жирные, просто жесть, урон не проходит. Где там труп, кстати, я так и не понял. Не знаю, трупа нету реально. Может он действительно на чердаке. Давайте попробуем залезть. Да, он все-таки на чердаке. Вот тут валяется какой-то чел, опытная одиночка. У него есть дробовик. Он идет во второй слот, поэтому давайте его возьмем. Так, и там еще три трупа. Тут, по-моему, где-то должна быть награда в виде ящичка с кучей припасов. И эта награда вот тут, в подвале. Оп, мы ее забираем. Ну, правда, такие все запасы. Но все равно. О, все, меня сейчас, кстати, тут зажмут, проверяйте. Или не зажмут, подожди. Валим, 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 валим. Как больно. Все, нормально. Снорки в этом моде, это что-то с чем-то. Они вообще не умирают, серьезно. Я уже сколько в них всадил. Капец, они еще и прыгают, как ненормальные. Короче, снорков здесь определенно сделали им бой. Ну да, ну да, вылетел. Конечно, иди ты к черту. Так, со снорками кое-как разобрался. Тут еще остались, правда, зомби. Ну ладно, опа, еще один. Готов. Все, остались чисто гражданские. Их можно, в принципе, и ножом попробовать потыкать. Вот гражданские, по-моему, самые жирные были в зоне поражения. Не знаю, как здесь. Может быть, это исправили. Но что-то я очень сомневаюсь. Хотя, вроде с ножа отлетают нормально. Ой-ой-ой, что это вы делаете тут? Нет, такое запрещено показывать, не надо. Давайте вы это... Давайте вы свои дела на потом оставите. Все. Нет, не все, еще тут есть. А, ну теперь точно все. Деревня очищена и свободна. Можно, кстати, пособирать с них часть тел мутантов. Может быть, кому-то удастся продать потом. Так, ну и кто тут у нас? Опять военный. С патронами и аптечками. Здесь кто? Еще один военный, патроны. И еще один военный. В нем уже ПДА военного. ПДА мертвого военного. Последняя запись. Совсем уже начальство умом тронулось. В чизу это проклятое. Хрен знает, что творится. Еще и генерал послал нас в деревню на разведку эту. Там же полно мутантов. Ладно, через пять минут выходим. Надеюсь, вернемся живыми. Но не вернулся. Так, кстати, я получил тайник прямо в этой деревне. Забавно. Можно его лутануть. Я, правда, не помню, что там. Там, по-моему, патроны, пистолет, либо что-то такое. Ну, нет, сори. Тут медицина. Очень нужно. Там только куча мутантов и пару трупов ребят из отряда. А еще я обнаружил ПДА одного из бойцов. Вот оно как. Значит, отряд полностью мертв. Не слишком хорошо. Что ты сказал? ПДА, значит? Давай проверим, что на нем. Соловьев начал проверять последние записи. Как вдруг прозвучала тревога. Что за часовой? Доложи, что происходит? Сказал Соловьев по рации. Часовой доложил нападение мутантов. Совсем твари озверели. Ноги в руки и бегом на помощь. Так точно. Понятно. Напали мутанты на блокпост. Но что тут скажешь? Это плохо. Ой, псевдоч. Так, все. Минус псевдочи. Сразу задание засчиталось. Ну, остальных, я думаю, из ножа можно подчикать. Да, найс тимплей. Просто один бьет, другой толкает. Не знаю, в деревне как-то с ними попроще было? Короче, я буду стрелять. А потом просто вот так вот добивать. Ну, вроде все. Нападение полностью отразили. Эти зомби... Эти зомби, капец. Они потом еще секунд 15 после смерти орут. По-моему, это ненормально. Так, полегло тут парочку пацанов. У одного из них был загреженный Абакен у другого Гроза. Ну, по поводу Грозы не знаю. Наверное, выброшу его. Вот загреженный Абакен. А у меня, в принципе, такой же, что это я. У нас, кстати, есть последний аргумент. Визитная карточка зоны поражения. Дигл, который ваншотит все и вся, и на которого не достать патроны. Или достать, но я не помню где. Генерал, атака мутантов отбита. Хорошо, стрелок. Но мутанты неспроста на нас напали. Никогда такого не было. Похоже, что ими управлял, скорее всего, контролер. Может быть. Но во время атаки его не было. А он должен находиться в зоне видимости мутантов, чтобы ими управлять. У меня есть догадки, где он может находиться. Это старое АТП. Сходи туда и убей его. И вот тебе немного амуниции. Так точно. Понятно, что по амуниции. Не знаю, вроде что-то дали. Вроде патронов подкинули. И там, кажется, есть опять какой-то набег мутантов. Ну, тут чисто так, лохи, кабаны какие-то. На АТП, насколько я помню, должен быть дробовик. По крайней мере, так было в оригинале. Не знаю, как здесь. Но тут есть еще, кстати, бюруры, которые меня сейчас, скорее всего, убьют. Так, тут бинокль. О, спасибо, что сломали за меня ящик. Но дробовика тут, видимо, нету. В этой версии. Тут вот здесь бинокль. Не знаю, с чем мне бинокль, но ладно. Так, где бюруры, вы их видите? Я, например... А, вижу, да. Минус один. Ну, по-моему, он тут один. На этом АТП. Ну и контролера никакого я здесь не наблюдаю. А значит, это ловушка. Я вот сейчас играю, получается, в зону поражения. Да, ищу тут контролера этого. И у меня сейчас на втором мониторе открыт ЮТАП. И знаете, что у меня там в рекомендациях? А вот это вот. Надеюсь, я не забуду прикрепить скрин. Так. Антират. И задание обновляется. Мысли стрелка. Хм, контролера тут нету. Надо бы проверить элеватор за холмами и тоннель, ведущий в темную долину. Хорошо. Ой, тут, кстати, это... Ортефакт есть. Можно попробовать забрать. Только что-то вообще ни в какую не получается до него добраться. Можно попробовать, в принципе, его пододвинуть. О, все, забрал. Так, ну не знаю, на элеваторе вроде ничего нету. Полагаю, нужно просто пробежаться по точкам. Что после элеватора? За холмами и тоннель, ведущий в долину. За холмами и тоннель, ведущий в долину. Ну, хрен знает. За какими холмами тут что проверять? Пойдём сразу к тоннелю. Там какой-то вертолёт висит или что это. Так, ну я пришёл к тоннелю, и тут у нас 5 человек. И это зомбированные. Готово. Ой-ёй, собачка. Со своими галюнами ещё плоть какая-то за мной идёт. Простые собачки прибежали. Так, и вроде как воздействие контролёра началось. Значит, контролёр где-то рядом. Опа, вот он! Это не контролёр, что это вообще такое? Так, подожди, Сосыч его атакует. А вот, ты адекватный Сосыч? Нет, видимо, неадекватный. Это же это, чёрный из метро. Блин, он ещё и жирный. Но он драться, кстати, умеет, поэтому ножом его не получится. А, ну всё, отлетел. Офигеть, и у него ПДА неизвестно, зашифровано. Понятно. Доложить Соловьёву, сейчас доложим. Эти тут всё отбиваются от зомби. Кстати, народу побольше ставили, мне кажется. Может быть, мне кажется. Короче, вы тут воюете, у вас... Ой, блин, убили кого-то. У вас бесконечные патроны всё равно. А я пошёл с генералом по базарю. О, главное, что вот эти пацаны меня пропустили, но, видимо, этого не будет. Поэтому мне придётся лезть через окно или чё? Вон генерал стоит, меня уже ждёт. Так, ну через окошко чё-то не получается. Так, слышу, военного избивают. Ё-моё. Я вроде их тут разрезаю ножом, а военные мне помогают их ронять. Ой, а за что по мне-то попадать? Ой, такой звук будто выброс собирается сейчас, или чё это? Только не верите, что тут есть выбросы, пожалуйста. Так, дарова. Генерал, я убил что-то похожее на контролёра возле туннеля в Тёмную долину. Это была какая-то странная тварь. Даже не знаю, как её назвать. Отличный стрелок. Я уже думал, что послал тебя на верную смерть. Но хорошо, что всё обошлось. Молодец. Генерал, там кроме этой твари был какой-то военный отряд. Они все были зомбированы. И ещё у этой твари я нашёл какой-то ПДА, но он зашифрован. Взгляните. Так, подожди. Чёрт, у меня не получается расшифровать. Тебе нужно найти хакера на Янтаре, на базе учёных. Он-то точно расшифрует этот ПДА. Сейчас бункер очень хорошо защищён. Вроде из-за какого-то вируса. Хе, все мы знаем из-за какого. Насчёт отряда. Это мог быть небольшой отряд из группы Альфа. Жалко парней. Главное, чтобы остальные были живы. Ладно, если будет по пути, загляну на Янтарь. Пора идти дальше, на север. Понятно. То есть мой путь сейчас лежит на Янтарь. Ну, как я понял, это дефолтная зона поражения. Но вот с изменённым началом и какими-то, возможно, квестами, которые у меня сейчас по пути будут сопровождать. Ну, не знаю. В общем-то, смотрите сами, стоит ли мне дальше играть в это. Стоит ли мне проходить, потому что я зону поражения уже проходил несколько раз на канале и на стримах, и на видео. Последний раз я проходил, получается, летом 2019 года. Я просто сделал смотр и потом допрошёл. Кстати, там полмиллиона набралось просмотров. Вообще неожиданно, да? В общем, пишите, что думаете, стоит ли проходить. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до самого конца. Если оно вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, если вам нравится мой контент. Вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка на них в описании. Мы сейчас играем в пандемию. У нас идет жёсткая битва, мы на третьем месте, поэтому если кто-то ещё не за нас, то обязательно присоединяйтесь. Противостоим паблику, который гонит на сталкерское сообщество. Ну и ссылка на скачивание этого мода тоже будет в описании, если кто-то захочет сам сыграть. Большое ещё раз спасибо всем и покедова. Субтитры сделал DimaTorzok